приветствую всех друзей и гостей моего канала с вами татьяна сейчас у нас сентябрь я долго отсутствовала и вот смотрите что с моей гортензии получилось сейчас я хочу вам показать она уже отцвела как видите уже много бутонов сами вот упали некоторые бутоны еще сохранились но суть не в этом я долго как бы не ухаживала за гортензии и вот что получилось смотрите какой у меня очень сильный хлороз это уже как бы но очень неприятная вещь она и так хлорозит она все время и и я подкисляю постоянно вот потому что гортензия любит подкисленную почву нейтральной и щелочной среде она конечно же не будет нормально расти вот поэтому для подкисления нужно все время применять или яблочный уксус там 100 грамм можно на 10 литров разводить и опрыскивать и поливать или же можно лимонную кислоту то что я все время делаю там две столовые ложки на 10 литров поливать но это все временное такое она не дает постоянной такой подкормочки что ли но это не подкормка кислота вообще она просто-напросто дает усваиваться всем микроэлементам и в особенности железу понимаете потому что вот то что вот это это вот недостаток железа я уже свою почву проверял это вот недостаток железа вот такой сильнейший хлороз то есть вот это уже как бы последняя стадия такая хлороза после вот этих вот уже пятнышек красненьких вы понимаете уже начинает смотрите вот некрозы ведь вот эти вот пошли по краюшку вот это уже плохо это то есть она уже очень сильно а ей ему отправляться скоро понимаете уже вот листики вот вот видите уже вот такие вот некрозики пошли вот это уже очень плохо то есть можно терпеть пока ну вот еще в таком состоянии это можно потерпеть и постоянно обрабатывать вот эти листья видите внизу там также вот листики будут такие но вот это во первых вот эта часть у меня как раз на солнце а солнце так как так же как и много воды и много солнца там после обеденного допустим вот здесь вот с 3 до 5 солнца дня потому что мы не закрывает ничего у меня здесь вот открытое небо и как раз в этот момент она и от солнца вот такое может твориться но также может быть и от сильных перепадов то есть от дождя от сильных перепадов ну почему потому что корневая система в этот момент плохо работает перелив плохо значит для нее недолив также плохо гортензия любит полив она слова то воды и произошла само ее название но за ней нужен постоянный контроль если вы только приезжаете как там на дачу конечно нужно все время как бы следить или тогда уже почву сразу же подготавливать нормальную я вот посадила там где у меня место мне же места очень мало вот поэтому она у меня вот большее место у них нет нигде я бы с удовольствием куда-то пересадила но участок у меня малюсенький как видите вот все 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 вокруг у меня засажено все абсолютно все поэтому и вот и моя гортензия только здесь вот я и нашла это давно уже там 20 лет назад но 20 лет назад я не знала как за ней правильно ухаживать теперь живут я делюсь с вами своими моментами значит смотрите что сейчас срочно надо делать потому что у нас уже как бы сентябрь в таком разгаре и сейчас уже пойдут такие подконки то есть подготовка к зиме закаливание всех вот этих вот а почечек все 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 веточек стеблей вот эти которые подрастали нам уже надо закалять но прежде чем подкармливать все-таки нам нужно срочно срочно предпринять меры и вот это вот обрабатывать поливать сейчас тоже нежелательно потому как вот у нас прошли дожди вот сегодня всю ночь лил дождь вот я и вот в таком состоянии застала просто жалко но смотрите страшного ничего нет значит мы просто усиленные делаем сейчас опрыскивание что мы делаем одну чайную ложку на 1 литр воды не на 10 как это раньше была профилактика там 5 грамм на 10 литров мы опрыскивали этого профилактические меры там хилат железа а сейчас мы будем железный купорос 5 грамм на 1 литр воды и так мы будем опрыскивать буквально через каждые три дня ничего страшного не произойдет пока листики вот эти не нормализуются пока они не будут хотя бы вот такие вот понимаете вот железный купорос смотрите сейчас я насыплю его вот прям полную ложку ложка это 5 грамм но если сверху с большим будет 7 грамм но ничего страшного в этом не произойдет еще даже можно сюда и лимонную кислоту также чайную ложку добавить и все это на один литр весь август можно закислять молочной сывороткой там ну разными кислотами а вот уже сейчас сентябрь сейчас конечно нужны подкормки но если вот такая ситуация настала конечно же нам надо быстренько ее хоть немножко подправить потому что прежде чем подкормочки надо хоть немножко излечить листики то эти мы все равно обрежем на зиму но по этим листьям сейчас пойдет дальше как бы все это лечение понимаете поэтому нужно сейчас срочно срочно вот буквально каждые там три дня ну 5 дней вот смотря в каком состоянии находится вот ну вот я каждые три дня сейчас буду опрыскивать вот этим железным купоросом и можно и лимонной кислотой но сейчас что-то я кинусь у меня нет лимонная кислота закончилась видимо сын там израсходовал он там постоянно какие-то опыты творит вот смотрите сейчас мы пойдем и опрыскаем конечно сейчас уже нужно делать подкормки но я говорю сейчас вот несколько дней надо все-таки пролечить вот так вот мы опрыскиваем прям хорошо хорошо и не бойтесь что оно погорит потому что иногда у меня там задают вопрос а сколько раз в месяц можно да сколько хотите ничего страшного нет 35 дней и опять и кислоту подливайте ну смотрите регулируйте конечно так чтобы не залитая сильно была но и в то же время нельзя допустить чтобы она подсыхала это тоже также для меня плохо потому что питание для нее прожорливая такая же как наши огурчики там помидорчики также гортензии она красиво но она очень любит покушать вот так тщательно тщательно прям все 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 вот этим литром видите какой растворчик такой получился но ржавый как бы немножко вот ничего страшного не бойтесь не погорит от этого железный купорос 5 грамм то есть чайная ложка я может быть вам в описании пропорции напишу потому что многие боятся вот чайная ложка с горкой без горки да я напишу сколько с горкой без горки на 5 грамм будет чайная ложка вот с горка на 7 грамм напишу вам в описании сколько и в столовой ложке там стакане потому что разные объемы мне вот достаточно одного литра вот я его весь сейчас вот сюда вот вылью как говорится у кого-то может быть много кустиков поэтому больше нужно но не бойтесь железный купорос сейчас самый-самый нам то что нам вот это вот полечит наш хлороз ну все мои хорошие наверное я на этом и закончу это такое короткое видео именно вот для того чтобы вот сейчас вот это нам вылечить быстро и уже начинать закаливать вносить такие удобрения там и марганцевые магниево-калиевые в в общем следующее видео уже я думаю немножечко подлечу и следующее уже сделаю видео с подкормками всем красивых цветочков если будут вопросы задавайте подписывайтесь на мой канал если кому-то нравится ставьте лайки всем пока пока мои хорошие